Время новостей на телеканале Север в студии Алина Ваучейская. Здравствуйте и вот о чем расскажем сегодня. Бюджет Ненецкого округа останется социально направленным. Параметры региональной казны на плановый трехлетний период рассмотрели в окружном парламенте. Осторожно, обвал. Жители Бондарки пытаются спасти свои участки от разрушения береговой линии, которая с каждым годом все ближе подходит к жилым домам. Есть ли выход? В полку мастеров спорта прибыло. Пауэрлифтеры из Ненецкого округа выполнили нормативы на государственное звание. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Зарплаты бюджетникам будут рассчитывать по единым стандартам. Такой законопроект принят Госдумой России во втором чтении. Согласно документу, правительство России может разрабатывать требования к отраслевым системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, включая требования к окладам, ставкам, стимулирующим выплатам. Единые требования к отраслевым системам оплаты труда бюджетников помогут преодолеть необоснованную дифференциацию окладов в учреждениях одной и той же отрасли бюджетной сферы. Сейчас единого порядка в оплате труда бюджетников по отраслям не существует. В каждом регионе, в каждом учреждении своя система. В результате зарплаты специалистов одной квалификации, выполняющих одни и те же функции, могут существенно различаться. Как отмечают в правительстве, под действующим нормам регулирования систем оплаты труда в региональных и муниципальных учреждениях входит в полномочия местных властей. И зачастую принятие решения о системах оплаты труда и размерах окладов полностью или частично передано на уровень организаций, что приводит к существенным различиям в размерах зарплат на одинаковых должностях в разных регионах, а порой даже в пределах одного субъекта. Предварительная работа в этом направлении уже проводилась. В 2019 году федеральные органы проанализировали систему оплаты труда медработников в 81 регионе. Также собрана информация о доплатах, надбавках и премиях, выплаченных медикам за январь-сентябрь 2019 года в 85 субъектах Российской Федерации. До 15 сентября 2020 года принимались предложения к законопроекту для обсуждения и последующего внесения в Госдуму и правительство Российской Федерации от регионов. В собрании депутатов Ненецкого округа в сентябре этого года обсуждали данный проект на округлом столе. В заседании принимали участие депутаты регионального парламента, представители исполнительных органов власти, счетной палаты Ненецкого округа, профсоюзных организаций, медицинские и педагогические работники, а также руководители школ и сельских населенных пунктов. По итогам заседания концепция проекта федерального закона была поддержана. Также депутаты направили рекомендации в Госдуму и правительство России. Они касались, в частности, соотношения размера оклада и стимулирующих выплат 70% к 30% соответственно, и необходимости учитывать климатические надбавки на севере. В Ненецком округе приступили к рассмотрению бюджета на 2021 год. Основные характеристики окружной казны на очередной финансовый год и плановый период 2022 и 2023 года обсудили в окружном собрании депутатов. Соответствующий проект закона был рассмотрен на заседании постоянной комиссии окружного парламента по экономической политике и бюджету. Документ представил исполняющий обязанности руководителя Департамента финансов и экономики Ненецкого округа Сергей Михайлов. Общий объем доходов окружного бюджета в 2021 году спрогнозирован в сумме порядка 20 миллиардов рублей. Объем расходов 22 миллиарда 350 миллионов рублей. Дефицит составит 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Основным источником финансирования дефицита является привлечение кредитов в 2021 году на сумму 2 миллиарда 700 миллионов рублей. В следующем году поступление налоговых и неналоговых доходов прогнозируется в сумме 15 миллиардов 350 миллионов рублей. В том числе налог на прибыль организации порядка 3 миллиарда 400 миллионов. Налог на имущество организации 5 миллиардов 870 миллионов. Прогноз поступления по проекту Харягинское месторождение 3 миллиарда 900 миллионов. Безвозмездные поступления запланированы в сумме 4 миллиарда 700 миллионов рублей. В том числе из федерального бюджета дотации, субсидии, субвенции составят 4 миллиарда 200 миллионов рублей. Наши доходы зависят очень сильно от поступления нефтяных компаний. Основное у нас поступление от Харягинского месторождения и от налога на прибыль. И ситуация на мировых ценах на нефть в мировом сегменте очень сильно влияет на нас. И мы по этому году уже видим снижение доходов нашего бюджета. В следующий год также есть риск, есть опасение, что не так быстро стабилизируется ситуация с нефтью. Поэтому в связи с этим бюджет сложный получается. Верхний предел государственного внутреннего долга Ненецкого автономного округа по долговым обязательствам на 1 января 2022 года предлагается установить в сумме 7 миллиардов рублей. Расходы бюджета Ненецкого округа сформированы в программном формате. С 1 января 2021 года в округе будут действовать 26 госпрограмм. А в рамках реализации 9 нацпроектов учтено финансирование по 24 региональным проектам. Объем трансфертов из окружного бюджета бюджетом муниципальных образований на 2021 год составит 441,6 миллионов рублей. Была поставлена сдача губернаторам Юрия Васильевичем о том, чтобы какой бы ни был бюджет, он должен оставаться социального характера, социальной направленности. Ни в коем случае жители региона не должны почувствовать на себе изменения наших доходов. Поэтому, когда мы сейчас закладывали бюджет, в первую очередь мы ставили все расходы на социальное направление, это различные выплаты населению региона, плюс сделали упор на финансирование субсидий наших юридических лиц. На субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения недополученных доходов предусмотрено полтора миллиарда рублей. По итогам обсуждения основных параметров проекта бюджета, депутаты приняли ряд рекомендаций. Очень важно, сколько будет денег у нас на исполнение нацпроектов. И депутаты неоднократно ставили вопрос о том, чтобы это было финансирование 90 на 10, так как у нас на самом деле сложный бюджет. Честно говоря, на следующий год бюджет сложный, но он не критичный. Администрации округа предложено разработать план мероприятий по увеличению доходной части окружного бюджета за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и платежей от компаний-недропользователей на социально-экономическое развитие округа. Парламентарии также говорили об увеличении до 90% доли финансирования нацпроектов из федерального центра. Необходима резкая оптимизация всех расходов. Это первое. Затем аккуратная кредитная политика. Также необходимо работать с федеральными для того, чтобы поступали у нас инвестиции, с федеральные средства для того, чтобы мы исполняли это и строительство жилья, это и строительство дорог. Подробно расходная часть проекта окружного бюджета будет рассмотрена на профильных комиссиях регионального парламента. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Налоговая инспекция напоминает, что с 1 января 2021 года прекращает свою деятельность такая система налогообложения, как единый налог на вмененный доход. Значительная категория налогоплательщиков и в нашем округе, и по всей России применяют данный специальный режим. Чтобы наши уважаемые плательщики могли определиться, какой другой специальный налоговый режим для них подходит, для их вида деятельности, на сервисе Федеральной налоговой службы разработано специальное приложение, где вы можете выбрать тот специальный налоговый режим, который подходит под вашу вид деятельности. Плательщики единого налога на вмененный доход могут перейти на специальный режим в виде патентной системы налогообложения, либо выбрать так называемую упрощенку или стать самозанятым. Если налогоплательщики на сегодняшний день, применяющие единый налог на вмененный доход, не перейдут по какой-либо причине на эти специальные налоговые режимы, то есть носящие льготный порядок, то автоматически становятся плательщиками по основной системе налогообложения. Для перехода на иной вид налогообложения необходимо подать заявление непосредственно в налоговый орган в течение декабря за 10 дней до начала использования данной системы. Для перехода на специальный налоговый режим для самозанятых нужно скачать приложение «Мой налог» и самостоятельно произвести все необходимые регистрационные действия. И теперь к другим темам. На протяжении нескольких лет жители домов по улице Бандарной в Нарьинмаре пытаются спасти свои участки от разрушения береговой линии, которая с каждым годом все ближе подходит к жилым домам. Причиной обвала грунта являются вода и лед во время весеннего половодия. Подробнее расскажет Александр Литкова. Александр Хабаров каждую весну с волнением ждет наводнения. Большая вода и ледоход с каждым годом все сильнее разрушает берег Печоры, на котором расположен дом пенсионера. «Проблема в том, что рушится береговая линия. Она заехала уже ко мне на участок, переходит уже, как сейчас говорят, красную линию. Вот здесь был забор, все упало уже. Здесь был сарай, тоже все упало. Вот угол дома, тоже все рушится». А это соседний с Александром Виссарионовичем участок. Половина забора упала. Берег настолько разрушен, что до основания дома местами остается не более метра. Всего по улице Бандарной в зоне разрушения береговой линии находятся шесть домов. «Просто нужен проект. Нужно инженерное сооружение с паспортом, которое будут обслуживать, чинить. У нас сейчас технически просто рассыпается песок по берегу, рассыпается. Полный забор у меня, все завалилось. Вот там дерево засохло, упало, берег космыл туда. Раз и все». За последние семь лет жители улицы Бандарной обращались во все возможные инстанции. Но решение проблемы в практическую плоскость так и не перешло. «Все эти документы у меня есть. Входящее, исходящее время. Ну, все официально. С 2014 года. Вот это семь лет». На некоторых участках местные жители самостоятельно укрепляют береговую линию. Местами все-таки помогли городские власти. «Было принято тут постановление, официально все, протокол составлен на выполнение превентивных мер. Вот только несколько тут закинуто, и все, больше на этом кончилось. Три года ничего. Не знаю, как следующую навигацию пожить». С мертвой точки дело сдвинулось только в этом году, после того, как прокуратура Ненецкого округа обратилась в суд с исковым заявлением. «Прокуратурой Ненецкого автономного округа в защиту интересов неопределенного круга лиц Нарьянмарский городской суд предъявлено административное исковое заявление к Двинско-Печорскому водному бассейновому управлению Федерального агентства водных ресурсов об обязании принять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий на реке Печора в районе улицы Бандарная, город Нарьянмар». Укреплением береговой линии должно заниматься Двинско-Печорское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. Когда это произойдет, пока неизвестно. На сегодняшний день проблема остается нерешенной. Пока есть только постановление суда, которое не вступило в силу. Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал «Север». И теперь важная информация для родителей. После каникул большинство школ продолжат работать в очном режиме. За парты учащиеся сядут 9 ноября. Как пояснили в Департаменте образования, культуры и спорта Ненецкого округа, несмотря на пандемию, продлевать сроки отдыха школьников не будут. Исключение коснуться только нескольких классов. «Все школы городские, возобновляя свою работу, касаются только двух школ. Это первая и четвертая школы. У нас в первой школе в настоящее время пока закрыт всего лишь один класс, это второй А, он не начинает свою работу, начнет чуть позже. С четвертой школы ситуация немножко сложнее. Первый, четвертый класс, у них небольшое продление каникул на 9-10 часов. С 11-го числа детишки могут выходить. С 5-го по 11-й класс у них в сокращенном режиме 9-10 число ходят на учебу. С 11-го уже возобновляют в обычном режиме обучения. Что касается сельских школ и образовательных учреждений дополнительного образования, все они также приступают к работе 9-го ноября. В профильном ведомстве пристально следят за ситуацией, связанной с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Если эпидпорог будет превышать норму, будут введены дополнительные меры. В нашу редакцию регулярно обращаются жители региона с просьбой получить ответы на интересующие их вопросы. Журналисты всегда рады оказать помощь, особенно людям старшего поколения. В этот раз вопрос касался обеспечения льготными препаратами. Александра Литкова продолжит. На этот раз к нам обратился житель города, который, придя в аптеку, не обнаружил необходимое лекарство по льготному рецепту. Фармацевт записал номер телефона клиента и обещал перезвонить, когда препарат поступит. Когда ожидание затянулось больше, чем на неделю, Николай Хатанзейский решил прояснить ситуацию через редакцию нашего телеканала. Я постоянно получаю лекарства по постоянному рецепту. Не постоянно рецепту, а у меня выписаны пожизненные лекарства. Я их постоянно получаю по мере необходимости. Я когда к терапевту зашел, вышел сразу в аптеку, но нету и нету, я жду, жду. Отсутствие льготного лекарства на дату обращения в фармацевтическое учреждение действительно возможно и допустимо. Как пояснили в льготном отделе центральной аптеки, если нет назначенного лекарства, вас обязаны обеспечить всем, чем положено в течение 10 рабочих дней. При этом переоформлять рецепт не нужно. Да, такие ситуации бывают. Они предусмотрены федеральным законодательством и нормативными документами, что иногда в аптечных организациях может не оказаться лекарство. На это определены на разные группы товаров, определенные разные количества дней для решения вопроса. Это все в рамках обычной ситуации. Николаю Хатанзейскому выдали положенное лекарство до истечения 10-дневного срока. Препарат поступил в соответствии с нормативным регламентом. Добавим ассортимент лекарственных средств для льготников, мониторит Департамент здравоохранения Ненецкого округа на постоянной основе. В настоящее время аптеки Ненецкой фармации обеспечены всем необходимым. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Еще два мастера спорта появились в Ненецком округе. Пауэрлифтеры Сергей Ермолин и Галина Кислякова выполнили нормативы на государственное звание. Отличительные знаки атлетам выручил губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный. Нашей съемочной группе удалось побывать на одной из тренировок пауэрлифтеров. В следующем материале расскажем, почему атлеты выбрали именно этот спорт. Это сегодня Сергей Ермолин берет маленькие веса. Мужчина в так называемом «лайт-режиме». Тренируется не в полную силу. А не так давно на Кубке России спортсмен показал результат 200 килограммов. Путь к мастеру спорта был, не сказать, чтобы легким, но довольно стремительным. Так как Сергей очень давно подружился со штангой, техника была отработана. Не хватало только тренировочной программы для эффективной работы с весом. В этом Сергею помог Валерий Мартынов, который на протяжении 23 лет работал тренером по пауэрлифтингу во дворце «Спорта Норд». В 2020 году он вышел на пенсию и переехал в Белгород. Тем не менее, заниматься с учениками не прекратил. По истечении, допустим, тренировочной недели я им скидываю видеоотчет. И они смотрят, корректируют технику, всегда меня ругают. Потому что, ну как бы, тренер должен это делать. Потому что нельзя сказать, что ты просто молодец. Молодец – это плохое слово. Надо быть лучшим. Требория состоит из приседа, жима и тяги. Сейчас я покажу вам присед. Галина Кислякова – еще одна одаренная спортсменка Заполярье. Студентка спортивного факультета социально-гуманитарного колледжа пауэрлифтингом начала заниматься три года назад. Помог счастливый случай. Была смешная история. Я записываюсь в зал просто на фитнес. Ну там, подтянуться. И хожу, а там соревнования в зале у нас были. И Валерий Александрович, тренер мой, говорит, нам народу не хватает. Иди присоединяйся. Это как раз была тяжелая атлетика даже, а не пауэрлифтинг. И вот тут тренер попал, что говорится, в точку. Оказалось, что у Галины выдающиеся способности. Хорошие физические данные, сила и упорство. Как все это умещается в хрупкой девушке, остается загадкой. Весовая категория Галины до 47 килограммов. При этом в общем зачете звания мастера спорта атлетка получила, взяв 257 килограммов суммарно. Выездные соревнования проходили в Москве. Труд. Ташки труд. Нужно тренироваться каждый раз, каждый день. Не пропускать тренировки, и тогда все может получиться. Знаки мастеров спорта атлетам вручил губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный. В ходе торжественной церемонии ребята рассказали главе региона о том, что их тренер продолжает занятия, используя видеосвязь. Глава региона в личном разговоре по телефону поблагодарил Валерия Мартынова за неравнодушное отношение к делу своей жизни и ответственное отношение к судьбам наших спортсменов. Алина Ваучейская, Антон Водряков и Леонид Шишелов. Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok